Мы пробуем закрыть эту часть, как развиваться ребятам от 12 до 15 лет. И в этот период очень важно представлять Чикоби. Все тренеры, как правило, знают, что такое Чикоби. Но не все знают, какие бывают варианты исполнения. Мы обычно используем Чикоби для того, чтобы людям заложить базу. И мы делаем сложные различные варианты Чикоби. Также очень важно делать Чикоби с реакцией вашего партнера. Итак, я начну эту работу сегодня. Первое, статическое Чикоби. Первое, статическое, да, у Чикоби. Статическое Чикоби. И в проспекту теории о Пудзуши и Цикоби. Здесь очень важно помнить и уважать теорию о Пудзуши и Цикоби. Подготовка. Например, мы начнем с Сипон, но не Сипон. Но не Сипон, но как спина. Я не буду в деталях. Но я хочу делать Сипон. Мы начнем с Сипон свой, да, делать? То, что важно в этом. То, что важно в этом. Первое, что важно, это поведение на равновесие. Пудзуши. И потом готовка в Куре. Некоторые люди не знают о том, что это. Многие ребята, когда они делают Чикоби, они делают так. Не понимают это, делают вот так. Или так. Но, как вы видите, здесь нет Пудзуши. Но, как вы видите, здесь нет Пудзуши. Мы должны это движение разбить. Поэтому мы берем все то же самое, что мы делали без партнера. Это первое поведение, пудзуши, пудзуши. Первое поведение. Пудзуши. Пудзуши. Но я делаю. Это не совсем настоящая ситуация, как в пывает. Это не изучение. Это научный. То, чего я делаю в первой стакле? Я беру время, чтобы использовать мой хвост и мои силы. Можно взять, под шагом. Когда я делаю первый шаг от шага, я свое тело стоплю так, чтобы партнера выстрелились. И делаю большую аппультуру движения. Я говорил, да, у нас сегодня. И вот в этот момент мы должны здесь поднимать руки наверх. Если хорошие руки у вас, вы должны чувствовать темп. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Добавляйте время, время, для того, чтобы повернуть тело. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. В конце моего тело полностью находится в центре. И моего гравития находится в центре. Под партнером. Это первое упражнение. Очень просто. По 10 раз. Два раза по 10. Мы делаем первый шаг. Семполь ду-чикобей. Семполь ду-чикобей, мы делаем такую структуру, как база. Да, мы это делаем в такую же структуру, как базу исполнения приема. Но теперь нам нужно сделать больше динамики. Как Феликс объяснил, комплексная координация, не только для научиться. Для того, чтобы сделать более сложную координацию, такую, как при обучении, просто, при разучении. Для того, чтобы сделать Учикуми немного динамики, мы произведем немного вариации, когда мы выходим. Я делаю сам Учикуми, но когда я выходим, я делаю вот так. И я делаю вот так. Для того, чтобы дать ускорение. Мне очень важно сейчас добавить в моё Учикуми такую скорость, которая близка к скорости во время схвата. Моё тело немножко расслаблено. Возьмите большую дистанцию. Когда я делаю первый шаг, я как бы на своё тело расставляю теперь подпрыгнуть немножко. Я вхожу в прыжков внутрь и обратно. Я вхожу в прыжков. Я вхожу в пыж. Я вхожу в пыж. И я вхожу в прыжков. Прежеваю его прыжки. Прежеваю его прыжки. Хорошо? Хорошо Иногда с Суэйнаги это очень сложно в начале мы делаем с Суэйнаги Иногда в начале тяжело для Суэйнаги поэтому мы начнем с Суэйнаги сейчас с Суэйнаги как я сказал первое первое поведение, потом Суэйнаги вот выше Суэйнаги теперь мы используем самую систему когда мы выходим мы прыгаем для детей когда вы получаете мы прыгаем для детей мы прыгаем для детей мы прыгаем из конечной точки тогда нога уже готова атаковать делаем пол шага и потом выпрыгиваем назад мы прыгаем этот паттерн дает вам структуру если вы прыгаете если я прыгаю я прыгаю этот пример может дать вам понятие как выходить то же самое на броске через спину посмотрите пол шага выход и потом выпрыгиваем раз-два-три 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 по правой раз-два-три мы должны быть умны чтобы быть очень прогрессивны потому что если мы прыгаем от того, что просто мы не можем если мы будем стартовать с простого то это очень сложно мы потеряем очень много успеха у тренера должен быть этот план в голове он должен точно знать что он должен в итоге на спичке он хочет научить например он хочет научить какого-то приема но в этом приеме есть определенный механизм и у него этот механизм должен быть усвоен коем головой и телом у врача конечно бывают люди один на тысячу которые талантливые один раз ему погадали он сразу начинает идти для большинства координация время взаимодействие это очень тяжелое то есть вот почему мы должны шаг за шагом создавать различные новые упражнения следующее упражнение может быть я учусь 10-12 лет партнер делает такое партнер и я не нужна для меня очень важно почувствовать это для меня очень важно почувствовать логично если я делаю то это будет сложно может быть я не хочу объяснить если я сделаю но если вы играете иногда очень важно в момент делать во время когда это понимается я второй шаг добавляю выход на обратно делается вы видите начинаем самую простую шагу где они двигаются то есть вначале я просто проверяю свою поддержку я не хочу чтобы я был таким или таким то есть вначале я просто с собой я стараюсь контролировать все следующее я начинаю контролировать и свое тело и движение моего партнера я как вот эту ситуацию стараюсь поймать и теперь я добавляю скорость и но все время именно с правильным логическим в нужный момент уходить попробуйте признать что вы видите на стиле попробуйте теперь по поводу работы рук конечно начинающие начинающие берут безразличного рода начинающие берут заход безразличного рода дизайнеры они видят движение глобальное масштабное теперь мы попробуем сделать что интересное теперь мы более детально разберем работу я нужно диналик не 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 нужно использовать сейчас отворот рука мне хватает я могу играть так же я могу использовать рукав локоть также я могу использовать рукав локоть я буду делать по вы первое движение Это механизм, когда я начинаю закручивать, я получаю реакцию с партнёра. Вы понимаете, когда я начинаю закручивать. Очень мягкое действие получается. Эта информация, которую я получаю от руки, может мне туда входить. Раз, два, раз, два, три, 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 раз, три, раз, три. Если я делаю лошадь, то есть, конечно, возможно, чтобы я подниму два пальца вместе. Так же я могу с тебя руками делать. Теперь первый шаг. Раз, два, раз, два. Затем просто Agora разберусь. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, раз. Украшаю. Дcz SALSIN Понятно? Док расп wellness. Раз, два. Я уже объяснял и сказал, что очень важно использовать свой вес. Очень много упражнений, которые мы делаем, мы делаем так, чтобы использовать свой вес. Думайте о механизме, думайте о приёме. Нам нужно немного подсаживаться и свою линию тела направлять немного назад. Если вы делаете так, то смотрите сразу, когда у партнёра сменяется положение. В этом время я не использую силу моего рук. Я просто использую силу моего рук. Когда я делаю чикоми на чимата, я начну с этой позиции. Я использую свои бёдра. Я использую свои бёдра. Я не хочу сфокусироваться на работе пальцев. Я только сфокусирую свои силы на пальцах. Как только нужно сфокусироваться на работе пальцев. Как только партнёр начинает двигаться, это тот момент, который я должен использовать для бёдра. Абсолютно то же самое, что вчера Дегтярёв показывал, когда использовал бёдра. Примерно всё одинаково. Если я только с руками начинаю работать, не использую бёдра и ноги. Посмотрите, партнёр может сопротивляться. Получится такое, что я себя претяну. Мне нужно тянуть, но на самом деле я потеряю баланс. Таким образом, вы должны понимать реальность, что будет происходить в борьбе. Когда вы начнёте сфокусироваться на рейтинге, вы должны использовать свой вес для борьбе. И когда вы чувствуете, что партнёр пришёл к вам, сейчас будет время сфокусироваться. Как только вы почувствуете, что партнёр пошёл на вас, это момент... Это всегда такая теория. Мы не начнём сфокусироваться с ногами, мы начнём сфокусироваться с ногами, тела, тела, тела. И после... Мы должны использовать бёдра, и потом руки. Я думаю, что это очень важно, научить Чикоби таким образом, потому что это становится автоматичным. После 15 лет, мы будем работать. Таким образом, сделаем Чикоби, потому что это доведётся до автоматизма, и через 15 лет мировок будет полностью автоматизм, и работа. Добавляем сфокусироваться с ногами. Теперь, немножечко изменённое действие, добавляем подшаг. Таким образом, И сфокусироваться с ногами. Всё понятно? Давайте попробуем эти упражнения. И сфокусироваться с ногами. И сфокусироваться с ногами. Когда я выхожу назад, я расслабляю немножко бёдра, и начинаю вытягиваться. И начинаю вытягиваться. Это такая же система, как с заведением. Я хочу, как сказал, за собой? За собой. Я использую этот систем. Это самое, когда я начинаю двигать за собой партлёра, как можно было снять. Преимущество в том, что здесь я не использую много сил, для того, чтобы мать с собой партлёра. Я использую своё тело как мёртвое. Теперь, Вы сохраняете свою мощь для того, чтобы врыв сделать. Конечно, мне нужно какое-то количество кубиката, для того, чтобы контролировать его, взять охват. Но мне не нужно все время. Может быть, мне нужно все время, но сейчас, за один секунду, я могу расслабиться. На какой-то момент я должен просто расслабиться, протемнуть его за собой. Если я буду здесь своей силой делать это, как я могу сделать ускорение? У меня уже все, вся сила используется. Во многих видах спорта это используется. Немного места, чтобы расслабить тело. И потом... Мы используем маленький промежуток времени, чтобы расслабить тело и потом максимально зарваться. Это как... Это то, что мы делаем. Релакс. 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 И опять. Усилие, потом расслабиться, опять усилие, опять расслабиться. Релакс. 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 И потом расслабиться, опять усилие. Да, да. Теперь, дохлоп. Акцелерация. Здесь позиция, да? Одноименной стойки симпатической фронтайки. Если вы хотите, то вы можете сделать это, а как вы уходите на улице. Мы сейчас делаем заведение. Можно так делать. Зашли, опять зашли, опять вышли. В момент выхода начинаем вести за собой. У вас много времени, не надо сейчас рашить. Вы должны чувствовать момент, когда вам надо делать сбор. Вы можете сделать это с другой техникой. Я делаю это с бакмаком, но если вы хотите, то вы можете сделать это вот так. Это не проблема. Не проблема. Броскал назад. Если автор готов к движению, то паркер дает немного натяжение, дает назад. Сейчас это не нужно, чтобы атаковать вперед. Совсем не обязательно надо делать такую атаку. Партнер 100% назад. Может быть, моя первая идея была атаковать подклад спиной. Конечно, моя идея для того, чтобы атаковать, атаковать вперед. Но соперник прочитал меня, дал реакцию. Но у вас возникло очень интересное натяжение. Это хорошая информация. Мы должны использовать и играть в информацию. Использовать для того, чтобы назад сделать атаку. А также можно бросать через спину и получать макикоги. Я поменял захват, но вы можете оставаться в этом захвате, если вам не нравится. Использовать эту грибу. Потому что я использовал ее. Вы можете использовать эту грибу. Такой можно сделать. Такой, любой. Уходить. Такой, уменьшить. Уходить. Уходить. Берите время. Вы должны почувствовать это движение, вот эта резиночка, то есть вы растягиваете резинку и она обратно тягивается. Длинная резина не одновременно с коробкой резины дает реакцию. Вы должны чувствовать момент, когда появляется момент, когда вы сможете правильно стартовать, когда вам нужно делать прием, чтобы это было очень логично. Окей, давай, по-программ. После движения рукотока сопольника садись вниз, и сейчас играть лист, играть в оборот в руках. Аббар, расслабьтесь. Релакс, релакс. Аббар. Сюда, внутри, снаружи. Окей? И самая теория. Используй ноги и таз. Это тоже самое, да? Используй ноги и рукой. Не только рукой, используй. Таз. 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 Твист, твист, твист твист твист. Твист твист твист. Крутите, ваши бёдра, скручивай. Ну только если руками делатьте, то ускорение вы готовы. Только если руками делать, чтобы будет ускорение. Чтобы лучше познакомить их с всякой ситуацией, ну, юношу уже. Мы становимся в позицию лево-направо, и любую, которая удобна, мы берем захват, который нам удобен, наш стиль, нам нужно быть комфортным. И теперь перед атакой мне нужно разрушить позицию противника. Я могу движением его позицию разрушить, но этого не достаточно. Мы будем двигаться и играть захватами, как я показал. Даже если я делаю маленькие движения, я могу начать улучшать баланс. Я играю с центра W, тяну. Всегда начинайте с центра висовое движение. Вы можете немножко ударять на тело своего партнера. Чуть-чуть. Сначала я проверяю позицию. Не стою так. Теперь сначала одной рукой поработать. Одной рукой. Двумя руками. Мне всегда надо контролировать, совмещать свое движение с центром. То есть все движение начинается с центра. Хорошо? Можем мы играть? Хорошо. Это будет реально. И в Саперлик тоже может быть 50%. Все эти проценты 50 даются. Потому что вы должны чувствовать движение. Портнеры... Это более легко для тех, чтобы понимать, как движется. Когда движется право-право-право-право-право. Это более тяжело. Обязательно вы должны обращать внимание, когда патрик просит вас становиться в позицию. Например, сейчас право-налево. В разноименную стойку. Это очень важно. Обращать на это внимание. Потому что мы походили. Этсу тоже заметил. Многие встали в разноименную стойку. Там для детей, особенно для ребят, гораздо труднее правильную работу начать делать. Вот в этой стойке право-налево. Всегда эту работу делать намного легче. Начать понимать. Потом уже перейти в тон. Хорошо? Поэтому это не мелочь. Это очень важный момент. Методический. Методический принцип. Очень важный момент. Не забывайте, что мы пытаемся учить основные принципы. Очень важно не забывать, что мы пробуем учить основные принципы. Мы не загружаем просто детали. Методический принцип. Да. И многое занятие вот этого. Это использование вашего тела. Ноги. Таз. Руки. Таз. 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 Я также продолжаю в этой ситуации право на лево использовать бёдра и ноги и могу также ногами здесь помогать себе, работать, делать ашивазу. Например, небольшое движение, небольшое освобождение захвата и небольшая атака. Иногда мой оппонент может быть очень стабилен, и он готов сделать контратаку, как у Ренаги, например, моя тактика не атаковать сразу же. Моя тактика будет разрушить его баланс. Я знаю, что большой риск сразу же атаковать. Я использую передвижение захвата и работу ногами. И я могу делать даже две минуты эту работу. После одной-двух минут, когда он устанет, и тогда я буду чувствовать, что я готов делать атаку. Я думаю, что мы должны связаться с 12-15 лет. Если мы говорим о 12-15 лет. В моем понимании, 15-16 лет, ребята должны быть готовы полностью делать эту работу. Но с 10-12 лет мы начинаем с такой базовой работы. Но, что мы должны как факт принять, это от начала и до конца, от простого сложного упражнения, мы должны придерживаться одних и тех же принципов. Спасибо. 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 Спасибо.